все исчезли на планете и осталось вот это место все в жизни есть и дом прекрасные и дети и американская жизнь счастливая и бизнес любимый и вот все это в один момент превращается в выбор того что я строю деревню в глуши белорусской чем больше здесь будет счастливых лиц домой в которых есть жизнь будет радость меня зовут ириана я прожила 16 лет в америке и вернулась беларусь теперь строю деревню шемитова возле нарочи когда я родилась был 81 год мои родители работали в школе оба и деревня была прекрасной красивой а большого размера в гомельской области рядом протекала река днепр у нас росло огромное поле клубники и в доме было восемь семей в котором мы жили была горячая вода и было весело и садик было во дворе общем детство было потрясающе и когда мы переехали началась совсем другая часть детства то есть это был 89 год развал с ссср когда в магазинах были пустые полки и мы сняли домик у бабушки выращивали свою еду поэтому вот два периода от рождения до восьми лет и с восьми лет до окончания школы они четко были как две стороны медали я благодарна и тому опыту и другому потому что первый опыт дал мне теплую колыбель а второй опыт дал мне силу духа и ощущение что я могу все преодолеть я закончила школу на медаль и поступила на экономический факультет хотя всегда очень хотела быть архитектором но подготовиться к поступлению в архитектуру в маленьком городе было сложно и был такой период в стране когда все думали что в финансовой системе ты будешь хорошо обеспечен поэтому бухгалтерский учет анализ аудит у меня лежит корочкой где-то там дома строю я в итоге все равно их деревню и приезжаю показываю как мне гармонично не гармонично здание выглядит и меняю расположение стен крыши то есть нужно следовать за своей душой все же потому что чтобы ты не делал по совету родителей в итоге ты можешь прийти к тому что твоя душа тебе говорила самого начала когда я заканчивал институт у меня уже был любимый человек мы встретились с ним еще когда было на четвертом курсе мне сделали предложение мы делали визу невесты и я поехала официально как невеста в америку первые годы в америке были сказочными 2003 год в минске и 2003 год в бостоне потому что я сразу бостон приехала разница между бытовой действительностью была огромной конечно мы же вышли только-только из советского союза мы начинали с нуля также было и на в нашей семье мы когда переехали нам пришлось строить заново и это были 90-е годы когда ты сам делал раму для окна и ты сам делал дверь ничего не было ванная была через несколько лет то есть туалет был на улице воды не было телефона не было и я ходила с мамой на другую там улицу полоскать белье зимой в колонке в америке на тот момент у них уже было рассвет золотой жизни то есть у них уже кадиллаки по 40 лет ездили в которых окна опускались и поднимались да и никто не жил без сушки или посудомойки поэтому о чем можно говорить я в колонке на горе а там посудомойки и сушки и все условия жизни которые там уже были без перерыва многие многие десятилетия в америке есть все так же как и здесь жизнь она может быть прекрасной и тяжелой где угодно когда ты приезжаешь новую страну и у тебя нет даже знания языка ты задаешься вопросом что же я здесь буду делать я хорошо рисую через пару лет я начала рисовать фрески и затем я люблю архитектуру я сдала на права реалтора и стал реалтором в америке и затем так как я люблю создавать красивую картинку я стал архитектурным фотографом который фотографирует для агентов по недвижимости главной целью переезда было мое здоровье я достигла какой-то свободы я не стала богатым человеком если бы я преследовала цель богатства я бы осталась там и занималась были созданием этого богатства у меня было желание провести время с моими детьми и заняться здоровьем потому что на тот момент возникли вопросы были серьезные проблемы с позвоночником которые были обнаружены потом уже в минске но я много работала но в целом не отдыхала не занималась спортом не давала себе достаточно любви и заботы поэтому итоге я истощилась энергетически физически эмоционально и когда я приехала в минск первый год был очень тяжелым это был дух ты 2019-2020 год через шесть месяцев после нашего приезда начался коронавирус в мире и все остановилось с переездами по крайней мере на два года когда мы задержались здесь на несколько лет мы скучали по нашему дому в америке и ощущение того спокойствия уюта природы в совокупности с домом мы никак не могли найти это здесь минске всегда маленькие участки и ты видишь соседей как-то где горы подруга прислала мне ссылку на то что продавали два участка возле нарочи между двумя озерами и мы когда приехали смотреть на эти участки попали вот сюда то есть мы заблудились мы ехали мимолетом посмотреть у разваленные усадьбы на пути обратно в минск и мы попали в эту деревню случайно увидели вот это огромную эту площадь увидели маленькие домики солнечный был день февраль огромная снега и было такое чувство как все исчезли на планете и осталось вот это место я вернулась минск и не могла забыть это место смелости мне не занимать я решила попробовать купить здесь пару заброшенных домиков для начала дом бабушки мы купили в апреле первые строители сюда пришли в июне в июле в прошлом году дом родился сам по себе то есть опять таки как шло так и шло поэтому супер архитектурного плана не было вот это был вход старой хаты дом и он был маленькие голубенькие нужно было нагибаться вот все пристройки мы к старой хате убрали то есть они были с двух сторон там летних летняя кухня была и летняя спальня а здесь была вот эта веранда и достроили фундамент с двух сторон чтобы сделать здесь террасу а там туалет ванную и большую кухню со столовой белорусская хата которая там 5 метров на 8-10 превратилась в такую большую большую сложный дом на самом деле потому что террас тут больше чем дома но они с подогревом пол подогревом в террасе здесь и с другой стороны и у нас открытый потолок половине дома а на другой части получилось три спальни сделать печку одно оставили их было 2 это печка в неплохом состоянии дом 69 года в кафель на ней даже такой был неплохой но мы его покрасили от прошлые выходные потому что он был рыжий а дом весь нейтрального цвета и в ней можно и готовить и хорошо топить в зале то есть тут уже мало что изменилось в этой комнате вот такой она и была когда мы у бабушки купили этот дом а только все стены были закрыты вот таким двп и на нем были обои старых два окна оставили и два новых заменили а так почистили болгаркой бревна потолок оставили и только покрасили и электричество у нас здесь только вот в этой части такое старинное святым проводом кабельным а так она уже на втором этаже обычное новое здесь у нас еще конечно не закончена процесс строительства но вот я первый раз вижу столик собрали его вчера позавчера это такое чувство когда в деревне в которой никогда не было ни скважина ни туалета вдруг открываешь дверь а там ванна у нас и первый этаж и второй яркий потому что обоих фасадах дома особенно на втором этаже это сплошные окна здесь в детской комнате еще нужно достроить домик двухэтажный который будет с дверью в вот на этом уровне но там внизу будет свой уровень для детей и лестница по которой они подниматься будут на этот уровень через печку здесь у нас две одинаковые спальни и по размеру они просто зеркальная и мы один раз здесь спали на кроватях прошлое выходные дом уже строится полтора года и лежать наконец-то в кровати и смотреть на вид деревни в доме в котором есть электричество кровать и туалет это просто достижение такой счастье спасибо большое классно тяжелые беленькие шамитова находится возле самого нарочанского заповедника и до озера где-то 11 километров через лес направо у нас через полтора километра 100 гектаров прудов исторических которые были построены еще 300 400 лет назад почему такие большие цифры потому что дорога вот здесь из камешков она была 300 400 лет назад построена поэтому деревня древняя историческая если бы я не пришла не начала здесь движение то ну только одна надежда на дачников а так она бы через лет десять исчезла бы в деревне 4 жилых дома и все ну и вот развалины вокруг вот этот домик у нас является складом для дров вообще знаете как фильмы снимают можно было бы их так окна там подкрасить цветочки посадить но тут правда слишком много дырок но визуально сделать так идеальную деревню издалека как в голливуде вся вот эта площадь это была базарная центральная площадь в деревне так как деревня была большая здесь были базары ярмарки два раза в неделю и представьте себе то есть она заполнялась вся телегами и здесь было уйма народу которые стекались со всех остальных деревень этот дом номер 27 как вот рассказать то есть он был наполнен вещами весь чердак был заполнен вещами да и все в доме было заполнено то есть там были и банки шклянки и одежда и обувь огромное количество бы вычищали местные ребята это все дом номер 9 я его зову желтым домом хотя он уже не совсем желтый участок этот очень маленькие то ли 9 соток то ли 12 то есть это маленький участок но тут как бы если занимаешься деревней надо покупать все что все что можно потому что иначе она будет стоять вот таком состоянии развалином или кто-то купит и сделает дачу покрасит ярко оранжевый цвет и ты будешь сидеть и на это смотреть еще 20 лет вот поэтому покупаем все что продается сейчас начнется 1 2 3 4 5 6 домов всем 7 7 домов а участков 1 2 3 4 5 6 7 ну в общем образно говоря это не настолько важно приглашаю вас хату вот тут у нас центральная комната здесь была кухня знаешь она еще стоит все то есть если вот придет человек скажешь слушание давай восстановим я давай помогу я скажу давай вперед то есть можно было бы сделать на какое-то время здесь мастерскую даже вот восстанавливать старую мебель вполне можно было бы сделать здесь мастерскую но если делать это качественно то крышу надо менять нижние бревна нужно менять потому что вон они какие поедены соответственно фундамент менять и в общем хотелось создать место в котором дома не будут перепродаваться и для этого покупается все что продается так как пока это по крайней мере недорого что будет создаваться это хороший вопрос на данный момент у нас три дома строится но хотелось объединить в этом месте людей хотелось чтобы люди приезжали сюда когда им сложно когда им хочется найти ответы на внутренние вопросы когда в жизни вдруг создалась ситуация где они не могут найти решение в одиночку следующем году уже нужно будет как-то людей здесь видеть а то все я одна одна езжу два года вот и когда люди приедут тогда они сами зададут направление вот этот самый маленький дом и он правда маленький чувствуется что маленькие то есть вот это будет терраса которая выровняется с землей и здесь будет просто плит но плитка вот это кирпич на кирпичики которая тротуарная здесь будет печка камин здесь у нас зал и там ванная ванная кстати занимает полдома я вот думаю чем такую большую сделали это будет что-то компенсировать эту идею чем на втором этаже у нас лофт то есть вот эта часть будет открытым потолком а там лофт и дальше терраса в эту сторону уже будет тоже с подогревом и накрытая поэтому на в лофте может спать два человека здесь если совсем надо два тоже можно и на террасе пару тоже домик на 6 человек максимум вот здесь так как открытый план она не чувствуется что она маленькая но по квадратам тут у нас наверно 55 на 7 что ли домик понимаешь когда тебе задают в лоб сколько у тебя денег и как ты это будешь строить откуда ты их возьмешь давай отчетно сюда это очень ограниченная страничка очень многие проекты закрываются не только потому что деньги закончились а потому что закончилась цель когда есть сильное стремление и намерение то появятся ресурсы если нужно и могу поехать обратно поработать или создать другое что то то есть если нужно создание именно финансовой стороны но в любой момент могу переключиться на это просто тебе ответишь у тебя спокойнее было на три дома точно хватит этот дом должен был быть маленьким то есть у нас была цель поставить фундаменты на пустых участках в этом году и так как их много я думала мы поставим маленькие домики но когда начали строить вот этот дом я поняла сколько же это много затрат нужно экскалатор и приводить технику приводить все это убирать заказывать материалы и каждых специалистов на расписание ставить и в итоге стоимость дома маленького она такая же если ты его в два раза увеличишь то есть разница там небольшая и и добавили еще одну большую комнату в конце и подняли немного уровень второго этажа чтобы там вместилась ванная в итоге здесь сможет спать 10-12 человек на каждой на отдельных кроватях и здесь очень много тоже света очень много окон есть главная комната в которой открытый потолок центральный вход здесь будет терраса которая будет открытая но накрыта крышей но открыта по сторонам и с этой террасы она на одном уровне с входом входишь в дом здесь все стеклянные двери и окна и вот эта комната она является кухней открытой и залом здесь будет печка и с нее идет вход в две спальни здесь у нас туалет и здесь же будет лестница на второй уровень где свои 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 ванная и две спальни и сама каждый раз приезжаю каждый раз смотрю это изменилось это достроили потому что подняли на два уровня и вот ждали меня чтобы решить как у нас крыша будет идти будет эти крыша прямо на террасы или или со скатом измененным мы делаем крышу какой дали по-любому потому что здесь мы у нас любом случае если будет вот крыша ткань кайте ну в смысле посередине сиделся ну ровно здесь все равно распределиться нагрузка на наполовину на стенку на эту стенку половина нагрузка пустите балки такие да здесь пустим прогон так скажем называйтесь опорный потому что чтоб не прогнулся крыша в любом случае парагон там будет слава богу буся со мной уже год и он удивительный он очень любит путешествовать и это началось с самого начала он ездил со мною когда еще был котенком забирать утром завозить девчонок в школу забирать школы практически я на каждую встречу брала бусю с собой у него есть специальный рюкзак и буся приехал сегодня со мной также сюда но он пропал пропал кот мы искали его по всему дому и когда уже вся надежда прошла вдруг раздался мяу тихо-тихо-тихо тихо-тихо идем идем будем мыться я никогда не слышала истории чтобы котенок от забирался в печку полностью вымазывался то есть это как в детской книжке и пришлось его очень долго и тщательно мыть а вот вот теперь надо принести сюда пылесос ощущение такое наш светку беленькая пакетики приятные на ощупь итак мой друг удачи тебе на тебя большая надежда в этом доме ты очень нужен каждый раз у нас еще один шаг к цивилизации постепенно появлялась возможность останавливаться здесь она это было удивительно потому что год мы сюда ездили присесть при негде было чаю выпить негде было конечно это праздник что могут присоединиться в каком-то деле друзья собрать ягоды яблоки и грибы и в этом году яблоневый урожай высокий очень поэтому нужна была помощь поддержка друзей в сборе их мы не так много собрали но это было с удовольствием сделано и яблочки очень вкусные собрать их нелегко они растут высоко то есть если их трясти они долго сохраняться не будут но можно попробовать приготовить по виду очень красивый участок не пустой здесь есть дом и несколько сараев но на этом участке удивительный сад и хотя он сейчас весь заросшие крапивой но яблони тем не менее потрясающие полны яблок высокие старинные и выглядят здоровыми хочется их оставить сохранить мне было бы интересно и в удовольствие здесь построить между яблонь домики которые ориентированные на сами яблони вот такая мечта но это не приоритет потому что у нас пустые участки на которых нужно ставить дома первыми хотя вот этот сад когда видишь видишь какие-то сны мечты вот именно этот сад мне видится вот это чувство когда ты выходишь там вечером на прогулку и видишь светящиеся окна и люди которые двигаются ходят и здороваются радостное чем более будет больше здорово да если жизнь наполнится здесь и вечером можно будет сходить в гости чай попить вон уже выходит валентина думаешь кто это буяне больше некуда идти до единственный жилой дом дети хотели пообщаться с кем-нибудь видите вы не скучаете по людям по каким ну по всем которые тут жили а что их поднимешь а новые хотите а кто сюда уже приедет вам приятно что мы тут пожалуйста живите вы и песни пейте конечно мне то что и вам веселей и нам веселей доживем как нибудь сколько осталось что-то там крыльях а мы увидим таки все там бац как солнце все доброй ночи и вам спокойной ночи приходите в гости спасибо большое если скушаете сразу приходите в гости да 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 я вышла из простой семьи в которой приходилось картошку копать и тяжело работать физически и родители у меня простые совсем люди когда я оказалась в Сиэтле на 16 лет моей жизни все в жизни есть и дом прекрасные и дети и американская жизнь счастливая и бизнес любимый и вот все это в один момент превращается в выбор того что я строю деревню в глуши белорусской и понимаешь что многие люди стремятся к комфорту и всю жизнь пытаются заработать достаточно чтобы достичь хорошей квартиры хорошей машины или чувство свободы когда не нужно больше работать вот у меня все это есть и было и я не сижу на бора-бора или в красивой квартире ничего не делаю а повернувшись в другую сторону иду вот в эти сложности и вопрос зачем это зачем это все потому что мы живем не ради достижения мы живем во время пути во время прохождения этого пути поэтому если ничего не делаешь и просто все хорошо это не значит что ваша душа радуется это ваш мозг может радуется и тело потому что ему легко на тот момент но вы рождаетесь не для того чтобы сидеть на диване поэтому да бывает нелегко но в этом есть творение в этом есть путь души а